Друзья, здравствуйте! Сегодня 20 июня, 23 год. Вебинар был вчера. Вы там кое-что видели, но я до этого места не дошел. А сегодня решил все-таки снять отдельный фильм, есть о чем поговорить. Случилось невероятный урожай, невиданный урожай. Вот он рекордсмен, ветер 50, если не больше. Мы о нем говорили, фотографии есть, рассказы есть. Фильмы есть, то есть все честно, все благородно. Но при этом, после того страшного огромного урожая, я спилил 20-30, не считал, вот таких деревьев. Ими исполнилось 25-30, некоторыми больше лет. Естественно, святое место просто не бывает. Это также вот это дерево занимало почти такую же площадь, как то. Теперь появилась возможность посадить, посадить, посадить. Это все посадки свеженькие. Вот. Эти посадки были сделаны недавно, где-то в конце апреля, начале мая. Вот. Откуда взяли саженцы? А, побрезгали. Кто-то сказал, переросток. Вот. Садить опасно, долго. Ну, ничего. Что я сделал? Я сейчас подвожу вас к одному из интереснейших тем. Ну, что это такое? Ага, мичуринское. У меня есть мичуринское, но одно дерево это сильно мало. Опасно, можно потерять его навсегда. Ладно. Причем, это клон мичуринского. У него плоды в 2 раза крупнее, чем у их этих предков. Теперь дальше. Это я так отвлекся. Значит, случилось. Я сейчас вам пожалуюсь. Новая головная боль, которую я не ждал. Вот обыкновенный дерн. Если мы будем искать здесь, здесь тысячи, если не десятки тысяч косточек лежит. Я вам их показывал, пока не было вот этой вот травы и все было видно. Практически ничего не взошли. Вот. Сходить им трудно в дерне. Сейчас хоть одну показать вам какую-нибудь. Видите? Нету, нету, нету. И вдруг, боженьки-то мои. Да что ж это делается-то? Сколько сразу сеянцев? Но это еще мало. Сейчас я вас пожалуюсь, что у меня появилась большая-большая головная боль. Куда мне теперь это добро девать? И откуда оно взялось? Видите? Здесь мы имеем огромное количество косточек. Здесь дважды были собраны. Ведра, 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 ведра. Но это не помешало оставить. Вот с такой густотой они росли. Вот видите, с какой густотой. Вот. Видели, да? Смотрим сюда. И вдруг, о! Сеянцы. Каким-то чудом три штучки проклюнулись. А вот четвертый. А вот пятый. Но это все не серьезно. И ради этого головная боль это все попадает под косу. Вот. И вдруг, еще то, что недавно я не знал, что это моя беда. И беда эта случилась следующая. Неимоверное количество вдруг взошло ни с того ни с сего. Причем их никто тут не садил. Посмотрите на количество. Это одна из десятков. Посмотрели? Делается так. Вот это выдергивается. Вот это выдергивается. Они остаются. Но зачем? Но это не все. Смотрим сюда. Вот сюда, 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 сюда. Это все попадает под косу. Вот сюда, 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 сюда. Вот это все отдельное. Вот они, да? Вот отдельное, вот отдельное, отдельное. А вот сразу много, 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 много. С невиданной густотой. Видели? Видели? Вот эта густота. Вот. Ладно. подходим к другому, другой, третий, пятый, десятый, что мы видим? Вот видите, когда-то здесь было дерево, абрикос, вот он, все что от него осталось, а рядом было посажено яблами, но если вот это все убрать, здесь тоже растут сеянцы, видите, и теперь все это суммируем, там у меня такая же картина, вот давайте на эти полюбуемся, вот сюда, вы скажете, как же так, а почему с такой густотой, а потому что трава была, не трава, а почва была черная, вот квадратный метр тут, квадратный метр тут, квадратный метр тут, квадратный метр тут и квадратный метр тут, так, и теперь это несколько сотен, это еще мало сказать, может быть и тысяча вот таких вот сеянцев, и это головная боль, что мне с ними делать? задумался я, а почему их дальше нет, вот здесь вот, ну вот, вот один зашел, вот второй, вот третий, четвертый, но это уже не серьезно, это все под косу, можно каждому бить рядом кол, чтобы спасти, вот еще, вот еще, вот еще, вот тут еще целый лесочек, вот видите сколько, вот, как они попали туда, вот здесь было бугор, он был срыт, перевален, все это было усеяно косточками, он был перевален в тележке, и каждая тележка, вот, когда она, эта тележка стала холмом, она уже была полностью заражена, там эти косточки не видны, почему, потому что вот это место, вот это место было вместе с землей вычищено, и вместе с косточками, потому что везде ищут их вот такое количество было, хватило, чтобы 500 или 1000 взошло, согласны? Вот, это как бы искусственные посадки, но, неожиданное, еще раз говорю, я это называю головная боль, смотрите, 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 что здесь творится, я это называю тихий ужас, теперь я пойду в беседку, сяду, и буду говорить, сегодня обещали, как было сказано, 35 и больше, а я наличиен, для меня 20 градусов, это предел нормальной жизни, так бывает, я приучен к морозу, но не к жаре, с детства, так уж получилось, вот, не зря в моржи пошел, и вот я сейчас иду, 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 для чего, чтобы сесть в тенечке, иначе на этом фильм может кончиться, вдруг он прервется, и никто не будет, и никто его и не увидит, если я, это, получу удар, или потеряю сознание, итак, я иду в тенечек, пришел в тенечек, и как уже не раз, не раз, направляю этот же, как бы, фотоаппарат, с этой самой, среди камеры, вот тот самый, патриарх, видите, вот, с которого все начиналось, который, говорит, с горяча чуть, осенью решил не спилить, но, благодаря романтикам, жизнь, решил продлить ему жизнь, да, еще неизвестно, может, в этом году, он на три четверти, кажется, сухой, а в следующем году, он может опять покрыться, весь, новыми ветками, вот, а ему 40 лет, и бляр, итак, что случилось, случилась, не беда, но головная боль, что дальше делать с ними, я могу, я когда поливаю, это же, посадки недавние, у нас, вся дикая жара, я поливаю, по неволе поливаю, эти же самые сеянцы абрикоса, что это за абрикос, это, манджурский, гибридный сын, один из сыновей, манджурского, гибридного абрикоса, там, правда, падал, то место, с двух-трех деревьев, у него кроны, замкнулись, поэтому, это сын полка, сыновья полка, так можно сказать, интересно, дать ли этим сеянцев, название, сын полка, славного манджурского абрикоса, вот он перед вами, итак, я в следующие действия мои, пока не трогать, уже часть попадала под косу, это же второй покос, уже, начинаться будет, так, буквально завтра, я еще не ехал с ужасом, вдруг уже скосили, нет, не скосили, сейчас я договорюсь, чтобы эти круги не трогали, это раз, я обращусь, вот, наше городское телевидение, в котором я много лет дружил, и сняли мы много учебных фильмов, и было много показов, к сожалению, все это в прошлом, больше я их не интересуюсь, а точнее не я, а садоводство не интересует, вот, я много обращался к руководству городского телевидения, давайте это самое, упредим, чтобы не покупали эти южные саженцы, которые умрут все, продвинут 10 тысяч, 10 тысяч мертвых, жалко людей, уже нету той славы, нету, которая была у нашего царногорского садоводства, поумирали все те, кто создал эту славу, а наивный народ, если что-то живет какое-то время, все равно загубит, уже своими руками, обязательно, и вот так сложилось, и тогда я сказал себе, ну, я еще обращусь к двум каналам, которые меня очень любили, даже к трем, вот, это Кемерово, консультант садовода, это, значит, Красноярск, сейчас скажу, уже начал забывать, давно ко мне не приезжали, хотя снимали отличные фильмы у меня, полноценные фильмы, которые надо было выставлять на этих, на конкурсах, не знаю, как они такое прошляпили, такая сенсация, и нигде, ни на каких фестивалях не звучали эти два фильма, знаете, как они называются, вы можете найти, вот, название это Жизнь окнами в сад, найдете и ахнете, вот, ну, прошли годы, вот, и Енисей регион тоже перестал ко мне приезжать, съемки проводил еще один Красноярский канал, но я уже забыл название, и Абаканский еще есть, Абаканский, ТВ-7, вот, они не очень меня баловали, меньше всех приезжали, так, а сейчас я начну, наверное, с них, все-таки, Абакан, довольно просторный, в отличие от Сен-Агорска, но не хотят, а что я хочу им показать, я хочу показать, что вот эти вот, незапланированные сеянцы, они не просто, которые вы сейчас видели, размером с карандашей, вот, отпорные, они сходили по принципу, один из десяти, один из сто, один из тысяч, там же и косточек оставалось, после того, как я набрал, четверть миллиона косточек, я не шучу, они и сейчас есть, ну, может быть, на тысяч, на двадцать меньше, а может быть, тот же четверть миллиона, вот, я ждал науку, я ее не дождался, и не дождусь, еще год-два и выброшу, вот, смысла нет, дальше хранить, испортится, и получается, что выбора никакого нет, надо стучаться в закрытые двери, есть выражение, стучаться, ломиться в открытую дверь, все двери сейчас закрыты, где-то и бывают передачи про телевидение, ой, про сады, знаете, Абаканское телевидение, он тоже не один канал, то ли два, то ли три, вот, показал местного специалиста, он стоял возле дерева, вот, отрезал толстые ветки, считая их лишними, и самое страшное, что он сказал, ни в коем случае, замазывать нельзя раны, раны на кольцо, почему, тогда они не зарастут, а я вот в жизни, имея в виду, что я знаю очень много, что мне приходилось самому резать когда-то, по дурости, а потом уже в чужих садах разбираться, становиться единственным на планете, садовым патологоанатомом, пилить, пилить, пилить через раны, и объяснять, откуда, как эти раны, помогли уничтожить деревья, уничтожили деревья, так, вот, но, больше, мои знания, на местных телеканалах не нужны, вот, и тогда, я думаю, еще по четыре адреса назвал, опять обзвоню, скажу, ой, когда-то ко мне приезжала девушка Настя, от вас, мы снимали такие фильмы, а вот Оксана приезжала, где она сейчас, это Оксана, это уже лет 10-12 прошло, в Сенесе регионы, вот, и отсюда приезжали, оттуда, и мы снимали, учили, вот, а сейчас показали, абаканского специалиста, ну, какой он специалист, отрезать несколько крупных веток, у дерева, сказать, что они лишние, показать раны, прямо на штамбе, страшные раны, и сказать, что замазывать нельзя, меня последнее так покоробило, ясно, что туда пойдет мороз, ясно, что он, мороз там пережгет, переморозит все внутренности, все сосуды, вот, еще было сказано, не замазывать, нет, тогда зарастет, слушал я этого человека, и думаю, но ведь телевидение-то, оно же не это, не разбирается, ему все равно, если бы был такой отбор, вот давайте так, мы ищем таланты, у кого лучший сад, мы ему даем, пусть он расскажет, так, чтобы у всех были лучшие сады, вот сейчас вот он лучший сад, вот он, пожалуйста, вот он, вот он, вот он, вот, вот туда, посмотрите, там много чего, там шелковица у меня растут, там черные абрикосы, вон туда, если дальше смотреть, вот, а вот того, кто научил убивать деревья, интересно, вы спросили у него, есть у него сад, такой же, и черных абрикосов, и шелковицы, черешин, погодать вам черешин, вот, мне такая жара, я вставать не хочу, вот она черешин, вот она, вот, пусть ее плохо видно, центр экрана, это она, вот она, вот, о боженьки, боженьки, что делается, я, для чего я поделал, чтобы не просто сказать, ой, караул, у меня получилось, незапланированных, несколько сотен, сеянцев, они непростые, есть термины, друзья, называю я их так, все знают, морзостойкость, зимостойкость, а я еще придумал, новый термин, пусть он не официальный, вот, жизнестойкость, при прочих равных условиях, зашли не все, а некоторые, в сумме их набралось, несколько сотен, я вам показал их, где они должны расти, а, еще не догоняйте, сейчас догоните, ну, конечно, на городских улицах, вот почему я хочу обратиться, к телевидению, но это не просто так, это должна быть специальная акция, вот, может, тут же, чтобы людей, это, утихомирить, чтобы не думали их воровать, сказать, что, это абрикосы, но это плебеи абрикосы, это сынаемый, жуткий абрикос, плоды будут вкусные, но они будут некрупные, нет, все равно могут своровать, е-мое, что же делать-то, похоже, случай был в Подмосковье, человек посадил, на улице, в трех метрах от шоссе, два, или три абрикоса, и один персик, мои, саженцы мои, вот он сделал широкий жест, он умница, он молодец, он настоящий, благородный человек, вы знаете, как получилось, дошло до анекдота, пока персик не заплодоносил, никто не знал, что это персик, ну, там, длинный листик, какой его, и только, когда он покрылся плодами, прямо на улице, в Москве, уже это сенсация, никто не украл, потому что не знали, судьбой его сейчас не знаю, фотографии показывали мне, рассказывали, а рядом посажено несколько абрикосов, тут же украли, почему, ну, потому что абрикос, менее редко, значит, его могли узнать, и украли, вот, и так, что мне делать, надо бы посадить на улице города, молча посадить, тогда надо весной, тогда надо молча, тогда специальная акция, вот садят, 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 кто-то думает, рибину посадили, кто-то думает, березу, вот, там, метровые, допустим, они к осени будут, подождать весны, и чтобы уже потом, когда они вырастут, и когда покроются плодами, да, будет память о железовой, да, будет память о нас, о садоводах, первой волны, которые совершили, невероятный подвиг, потом этот подвиг был нивелирован, как, научили убивать деревья своими руками, вот, которые выжили, постарели деревья, погибли, многие уже от старости, а дальше что, а теперь только импортные, наших умельцев осталось полтора человека, вот, они погоду не делают, у них саженцы не покупают, Володя Тотор, Владимир Александрович, и тот умудрился обратно, часть не продал, это настоящие, шикарнейшие, саженцы, шикарнейших сортов, невиданные вообще в Сибири, не найдете их ни в Минусинском научном учреждении, ни в Бабаканском, ни в Шушу, не найдете, вот, а все заполнено импортными, вот эти, машина стоит, на ней этот самый, киргизский номер, киргизский номер на машине, мы рядом с этим, с Тоторовым, вот, я делаю съемку, они мне уже кулаком машут, киргизы, поняли, вот, и что делать теперь, я звоню на городское телевидение, мне говорят, мы подумаем, вам позвоним, проходит неделя, мы подумаем, вам позвоним, проходит три недели, мы подумаем, вам позвоним, это человек, который меня знает, как облупленного, потому что все эти годы, я боролся за это, и помогал, сайоногрожскому садоводству, что дальше, как дальше будем жить, вот, обзвоню, вот, расскажу эту историю, что приехали, пусть даже, обычно бывало как, два часа снимают меня, всего меня наизнанку вывернут, выжмут меня, как это самое, как губку, а потом в новостях, значит, сад Железово, тут у него поспел, эти, абрикосы невиданной красоты, точка, думаю, а что же два часа-то снимали, а так полагается, вот, но даже этой передаче, был бы рад, уже сколько, уже два года, три года, тишина, уже сколько можно было полезных советов дать, и как сделать это, чтобы перестало быть мечтой, чтобы на улице города росли абрикосы в огромном количестве, причем съедобные, да, растут, несколько десятков абрикосов, я же не слепой, но они все дикие, они даже есть невозможные, а у меня даже с манчжурца этого получается, выросли саженцы у доктора наук, у этого, у доктора, у директора Минского института, мои, вот отсюда сеянцы, вырастил, довел заплодошение, все живы, все вкусные, дикое восхищение, выдержали заморозки, минус 7, минус 8, весенние заморозки выдержали, минус 7, это значит, что им нет равных, что это сенсация, феномен, а я хочу, чтобы этот феномен сенсации был, как же во всех городах, на улицах, а в спальных районах, чтобы они росли, и там уже можно собирать им компот, знаешь, что такое спальные районы, где нет вонии от выхлопных газов, где нет на много километров, в этой самой, котельной, которая сажей покрывает деревья, вот так, друзья, высказался, вот, это будет, знаете как, это будет, а, первая серия, а вторая будет за компьютером, у меня есть папка, называется, манжурский абрикос, а так как я сейчас сейчас именно о манжурцах, я вам показывал все, что взошло вот там, в приствольных кругах, потому что, так сложилось, брали землю, она вся была усыпана косточками, и вот случилось чудо, которого я не ждал и не планировал, все это взошло, тут, наверное, под 100%, это их жизнестойкость, необыкновение, еще какое-то количество растет прямо в дерне, это вообще самое-самое на свете жизнестойкое, но как получилось, что они никому не нужны, мне надо сейчас каждому подойти к сотням, из 100-200, столько колов бить, в данном случае, это у меня кол держится у комицы, укорененного, в данном случае, а то еще ее тоже можно было, и это, случайно, косой пройтись, и каждому приставить кол, и все лето ухаживать, чистить вокруг от сорняка, а потом придет время, никому не надо. Ну все, вы поняли меня, какие будут замечания, предложить, а фильм-то посмотрят в Ютубе, увидят его в других городах, может в другом месте он нужнее, чем в Сайногорске, а? Господа главные начальники, до свидания, благодарю за внимание. Сайногорске